Сегодня в программе. В столовой Верховной Рады снизили цены. Ну, наконец-то. Ребята, вы обожаете, я просто думал, что вы крадет, а оказывается, вы экономите на обидах. Вот. В Одесской области ямы на дорогах засыпали навозом. Ну, все логично. Впервые, как бы, содержимое дорог совпадает с тем, как эти дороги называют. Как положили в праворах тротуар. Михалыч, мы с тобой справились на ура. Дай пять. И тут... Вот так, да? Нормально. Арсен Мирзаян. Привет. Как выглядит семейный отпочинок Арсена Мирзаяна и Тони Матвієн? Цего года уже впервые Нину мы повезем на море. В отпочинке с тещей? Нет. Вадик прекрасно знает, что это. Нина, это донька. Это донька. Если вы хотите, чтобы Нина Митрофанина поехала на море, отправляйте смс на номер один. Добрый вечер, дорогие друзья. Это шоу Без Паники. За окном прекрасный летний вечер. У нас с вами такая чудесная компания. Настолько прекрасно, что вот прям душа поет. А чтобы ей пелось еще лучше, сегодня к нам в гости придет самый романтичный певец Украины Арсен Мирзаян. Но, но, прежде чем это произойдет, как обычно, начнем с курьезных новостей. Во вторник вечером, 4 июня, в городе Благовещенской Кировоградской области, в результате удара молнии, сгорело здание местной райгосадминистрации. Ну, как бы, вроде как и грустное событие, но мы стараемся искать позитив. И, в конце концов, это же впервые, друзья, в истории, когда кому-то удалось попасть в райгосадминистрацию без очереди. В Днепре коммунальщики оригинально закрыли наливайку. Значит, к блокировке незаконного питейного заведения сотрудники коммунального предприятия подошли очень творчески. Двери в спортбар заблокировали многотонными бетонными блоками. Значит, еще на этой неделе отметили день рождения Тетриса, 35 лет. Думаете, как-то связаны эти новости, да? Не знаю, не знаю, но мне кажется, просто эти ребята ждут, пока выпадет вертикальная палочка. И тогда они смогут пойти домой. К международным новостям. В США во время транспортировки 74-летней пенсионерки, которая травмировала ногу, случился казус. Значит, дело происходило в пустыне, спасатели решили использовать вертолет. Но что-то пошло не так. Давайте посмотрим. Значит, вот ее погрузили на вертолет. И тут произошло что-то непредсказуемое. 74 года, друзья. Женщина. Ну, а не переживайте, все закончилось благополучно. Женщина отделалась легким головокружением и слабостью. Просто женщина намекнула всем, что она уже хочет новый миксер. Видите, друзья, казалось бы, Америка, а там тоже пенсионеры крутятся, как могут. Без паники, мы начинаем. Ну что, ребят, давайте пойдем дальше. Есть еще какие-то новости, кого что впечатлило на прошлой неделе? У меня есть новость. Я, может, она не смешна, но я хочу поаплодовать нашим футболистам сборной Украины, которые победили на Львов-арене. Сербов 5-0. Ребята. Это было что-то невероятное, правда. Это просто 5-0. Я даже не могу сгадать такой рахунок не против Сан-Марину. Ваник, если такого не было, то это и невозможно вспомнить. А сербы это сильная команда? Сербы это очень сильная команда. У них, во-первых, 11 человек, это во-первых. А во-вторых, это сербы. Это все, что мы знаем об этой команде. Так, ребята, я предлагаю обсудить следующую любопытнейшую новость. Саш, подожди, если ты не против, давай твою новость мы обсудим чуть попозже. А сейчас давай обсудим мою, потому что я могу и не дожить до обсуждения твоей новости. Я не против, почему? Потому что меня может задавить жаба. Сейчас прочитаю, какая конкретно. Итак, друзья. В столовой Верховной Рады снизили цены. Ну, наконец-то! Мы ждали этого дня! А ты заметил так? А ты знал. Все-таки снизили, да? Ладно, наконец-то. Итак, в столовой Верховной Рады снизили цены. Например, цена картофельного пюре сейчас составляет 14 гривен 76 копеек. 76, не 5, а 6. Да. Морковный салат 17 гривен 24 копейки. А стакан узвара, ребята, 7 гривен 7 копеек. Если сравнивать цены в столовой Верховной Рады с ценами одного из самых популярных ресторанов быстрого питания, можно прийти к выводу, что депутатов кормят значительно дешевле, чем простых украинцев. 7,70? У меня даже мой мозг... 7,07. 7,07, Наташа! Ты что, 70? Ты, пожалуйста, 63 копейки! Ты что, вообще? Получается, если 7,07, да, то есть, ну, у них там конкретные цены, то есть, что-то они такие конкретно посчитать могут. Но когда 7 по 0,7, то там уже ничего посчитать не можешь. Когда прочитал 7,70, я стала вспоминать самый дешевый стакан... 7,07. Та шо ж такое? Ну ты реально 63 копейки, когда же у людей. Это богатая жизнь в ней говорит. Она другая. 63 копейки в расход просто пускает. 7,07, Наташа. 0,7? У меня такое даже во рту слова не помещается. Ну 0,7 мало у кого во рту помещается. Сразу? Сразу? С залпом. Я вам хочу сказать, что это впервые, когда пюрешка за 15 гривен встретилась с рубашкой за 15 тысяч долларов. Да, да. Впервые. Все себе. На самом деле, у вас просто слуха, и зараз мне хочется реально выбачиться в камеру перед народными депутатами. Да. Выбачиться, Вань. Выбачиться. Хочу выбачиться. Думаешь, они тебя покормят? Пока еще, пока еще перед цимой можно выбачиться. Сейчас goodbye. Вот, ребята, выбачайте. Я просто думал, что вы крадет, а оказывается, вы экономите на обидах. Вот. Ребят, зато теперь наконец-то понятно, почему во время голосования никого нет в зале. Ааа. Они голосуют в столовой за гарнир. Вот. Если цены уже пошли вниз в Верховной Раде, то надеемся, что в скором времени во всей Украине тоже они будут двигаться в том же направлении. Отлично. Так и будут. Так, давайте дальше. Друзья, есть еще одна новость. Очень курьезная. Вивано-Франковске, заместитель начальника городской аварийно-спасательной службы Олег Лемчик, а ранее это был Лемчак, это важно, сейчас это важный нюанс, которого шесть раз штрафовали за пьяную езду, снова получил водительские права. Значит, в декабре 2017 года суд признал Лемчака виновным в управлении авто в пьяном виде и лишил прав на 10 лет. Но Олега это не остановило. Он просто изменил одну букву фамилии, теперь он Лемчик и снова получил права. То есть человек, получается, накосячил, потом просто поменял фамилию и все, он чист перед законом. Просто если пошла такая пьянка, тогда нам стоит ожидать, что в страну вернется не Пшонка, а Шпонка. Где-то там на границе сейчас уже говорит, я буду баллотироваться, как ваши фамилии, Якунович? Янкевский. Якунович, Якубович. Якубович, да. Якубович, скажите букву. Он, его когда на границе, он когда на границе такой наклеил себе усы, говорит, здрасте, а можно мне пройти? Ему говорят, да, проходите. Он, сектор приз на барабане. Слушайте, а до меня только, ну как бы не всегда, а как бы бы быстрая информация. Ну это, Наташа, что с падежами? Собери их, ты их, по-моему, разбросала по полу. Ну вот я только поняла. Я думаю, это просто какой-то мужчина-нарушитель, а он же какой-то там заместитель кого-то. Заместитель начальника городской аварийно-спасательной службы. Боже, как стыдно. Проблема в том, что в алфавите там много гласных букв, так он будет постоянно их менять. Будет и Лемчик, и Лемчук, и Лемчак, и Лемчичак. Главное, чтобы мы в скором времени не ожидали не Лемчика, а Ленчика. Ага. Ленчик, Олег, Олег Палыч. Оленчик, это всегда круто, знаешь, типа, ты приходишь и кажешь, я Ленчик, и ты всегда интересно выглядишь перед женщиной. Что? Ну я вам хочу сказать, что на самом деле это не такая вот, он играется вот в эту игру, да, меняет буквы, фамилия, а это опасно, между прочим. Это я как специалист утверждаю. Ну потому что можно заболеть раздвоением личности, он может начать путать, кто же он на самом деле. Наташа, он не заболеет раздвоением личности, потому что одна из его личностей это вечно пьяный водитель. Он четко понимает. Хотя, с другой стороны, смотрите, если он любит пить за рулем, я думаю, что каждый раз, когда его останавливают, там не имеет значения, какая у него фамилия. Лемчик, Лемчак, Ленчик. Просто его спрашивают, как ваша фамилия? Ну, Ленчик. Будет являться права, там реально написано Ленчик. Ленчик. Но я хочу обратиться к этому мужчине, как его зовут? Олег? Олег, Лем. Лень. Мчик. Ленчик, ему Лень. Скажи Олешка. Олешка, я хочу обратиться, куда мне говорить, покажите мне. Говори в айпад, Наташа, в айпад. Олешка. Я серьезно говорю, Наташа, говори в айпад. Да, ну вы меня опять обманываете. Ладно, хорошо, говори в стакан, все. В стакан? Это же видеостакан, новая тема. Так вот, я хочу обратиться к Олегу и сказать, Олег, если вы перестанете пить, вы уже станете другим человеком. Фамилию вы поменяли, так что дело за малым. Поверьте в себя. Поверьте. Дело за малым, это Наташа говорила про сына Олега. А ты думаешь, я вот так просто так сказала в камеру? Нет, я его же закодировала. Закодировала? Все, он уже бросил пить. А я вот чувствую, ты когда говорила, у меня даже вода в стакане зарядилась. Я тебе скажу, что ты когда говорила, не теки Олег бросил пить, я по-моему тоже. Тебя волной просто взрывной зацепило. Меня зацепило Олегом сразу. Продолжим. Значит, ребят, давно не было новостей про наши любимые дороги, и вот, наконец-то, свершилось. Ну, нет дороги, нет новостей, Саша. У меня есть новость, подожди, у меня во дворе стали ремонтировать дорогу, во дворе прямо. А у меня во дворе живет девчонка одна. Итак, в Одесской области ямы на дорогах засыпали навозом. Значит, есть видео, давайте посмотрим. Ой, хорошо. Еще раз доказательство того, что Украина уже в Европе. Видите, чем? Ямочки засыпали. Не поверите, это даже не земля, это тупо навоз. Очень приятно проезжать, и это тупо все не будет. Очень приятно. Мне интересно, что наша мэрия на это скажет. Ну, все логично. Впервые, как бы, содержимое дорог совпадает с тем, как эти дороги называют. Все сходится. Но, такая мысль пришла в голову, что вы просто не понимаете задумку Украфтодора. Это же задумка. Это, типа, ну, типа, удобрить старую дорогу, чтобы выросла новая. Все-таки, вы не верите, что... О-о-о-о! Современные технологии. Нанотехнологии. Нано. То есть, ты думаешь, что они все-таки реально думают, что асфальт растет? Конечно, растет. Там корневая система. Я считаю, надо открыть глаза вот именно сейчас директора Украфтодора и сказать, вы знаете, асфальт не растет. А знаешь, чего нельзя открыть глаза Украфтодору на всей дороге? Потому что глаза слезятся. Зато вы понимаете, если там глаза слезятся, насколько повышается ценность этой елочки в машине, которая запах издает? У меня главный вопрос. А вдруг они все-таки что-то перепутали? Ну, есть надежда на адекватность этих людей. Просто перепутали. И вы представляете, где-то на огороде сейчас человек асфальтом удобряет свою... И думают, что же оно не всходит, падла? Ребята, есть объяснение. Значит, смотрите. Глава Килийской объединенной территориальной громады Павло Бойченко визнает, что несчастную трассу давно не ремонтовали. Но подкреслюет, гівняный ремонт, это политическая провокация, которую специально подложили его конкуренты. Кто чем наповнений, той тем дороги и ремонтует. Ну, друзья, теперь будем ждать ответа от этого Павла на эту, безусловно, политическую провокацию. И ответ, мне кажется, знаете, каким будет? Он будет находиться либо в детской ракете, либо под газеткой у двери этого человека, который эту провокацию сделал. Ответ должен быть соответствующий. Просто дали указание Украфтодору пойти зробить анализ цих дорог. Вот це коли анализ и дороги совпало. И они говорят, а как же мы возьмем анализ? Для этого нужно дороги подготовить. Конечно, спичечный коробок есть? Давай. Не, ребят, смотрите, я думаю, была такая ситуация. Они думают, как ремонтировать дороги? Денег в бюджете нет. Да. Ну как? Как ремонтировать? И тут ким дошло. Надо, как бы, какую-то примету реализовать, чтобы это было к деньгам. Саша. Бюджет появится. А ще... А ще дуже классное, да, все-таки оригинальное решение, шо у нас шо из, получается, судя чистого видео, за асфальтоукладчиком и тоже нема проблем. Коров просто завалить. И зачем привозить бригаду? Просто корову пустил вот так вот. Она идет по трассе, ремонтирует, и ремонтирует, и ремонтирует. Где она решила, там она, как бы, яму и заделает. А это тот же принцип, по которому работает Украфтодор. Где решил, там яму заделал, как бы. Ну, не все ж ямы ремонтируют. Серьезно. А вы представляете, ребят, если вдруг, вот ты застрял на такой дороге. Это ж найти человека, который тебя толкнет. Шансов ноль. Саша, что же вы говорите? Просто сам, 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 братан. Ребят, еще, еще одна новость про дороги. О, Господи. Значит, следующая дорога у нас тротуарная, в Броварах. Но она от этого не менее прекрасная. К чему слова? Давайте посмотрим. Как положили в Броварах тротуар. Ребята, тот момент, когда стыки сошлись идеально. Наша краина живет так добре, что аж дорога репнула на животе. А может быть, знаешь, какая история? Есть же разводные мосты. А это разводная дорога. Причем, кого развели в данном случае, я думаю, не стоит объяснять. Сразу видно, смотри, это было две такие бригады строителей. И сразу видно, на каком моменте они поссорились. Они как бы сказали, значит, здесь наши дороги расходятся. А вы знаете, а мне кажется, что, учитывая пристрастие строителей к алкоголю, ну, есть такая проблема. Ну, не знаю. Так вот, для них эта кривая дорога, она вполне прямая, понимаете? Судя по тому, как они идут, как бы, вот им прямо получается все время. И вообще, когда ты много пьешь, куда бы ты ни шел, всегда получается прямо. Дивись, там еще есть столб, аккуратно. Слушайте, а я думаю, что на самом-то деле строители очень довольны своей работой. Мне кажется, они говорят, они такие встречаются, они говорят, Михалыч, мы с тобой справились на ура, дай пять. И тут... Вот так, да? Нормально. Ну, для них это нормальная тема, да. Вот как 20 с лишним лет назад было две проблемы, дураки и дороги, и так эти две проблемы и остались, да. Так, все, хватит о грустном, друзья. Тем более, самое время пригласить к нам за стол нашего гостя, талантливый, харизматичный, покоритель женских сердец, Арсен Мирзоян. Привет! Покоритель. Доброго. Доброго. Да, всем приветствуем. Встречаем стоя, блин. А сейчас, приветствуем. Приветствуем. Мы все повстанали. Не, ну, людина серьезно нас гостям завитала. Как можем не встать? Ой. Як, як, Арсен. Всем привет. Арсен Мирзоян, друзья. Арсен, рады тебя видеть у нас в гостях. У тебя недавно состоялась премьера песни «Межа». Так и я. Но новый альбом? Готуемо. Еще в процессе. А коли плануется? Восени, я гадаю, що ми раніше не встигнемо, тому презентація запланована на 26 листопада. Палац Україна уже. Прямо Палац Україна? Да. Палацівка побачить світ. Ну, давно не виступали там. Ну, а «Межа» це про що? Про що ця пісня? Про город? Да. Про твой соседський «Межа». «Межа». Все. Пам'ятаєте, як загрушука і дешева семія? Так, 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 Вадик. Як я литературкою блісну, Арсен, а? Арсен, я знаю, що ти дуже часто гастролюєш. Ми дуже часто з тобою пересекались на каких-то гастрольних площадках, скажем так. І у тебе, наверняка, є курйозні ситуації, які відбували. Розумієш, що команда так працює, що курйозні ситуації якось не добираються до мене. Але вчора на концерті відео, як і на екрані, пішло зі звуком нам в монітори. Тобто, люди його не чули, а ми чули. І мені довелося співати з ще одним мірзаяном. На брудешавт. І ми вже маякували звукоінженерам, і вже гітарист показував магнітофон. Ага, тобто, ви іграли в игру крокодів, так? Виходило, що ми співаємо, гітарист співає всі моменти, там, не Магелан, я, не Магелан. Тобто, типо, круто. Тобто, це було сильно. Які плани на найближче майбутнє? Літо, відпочинок, відпустка вже сплановано. Як виглядає сімейний відпочинок Арсена Мирзаяна і Тоні Матвієн? Вже трохи є, цього року вже вперше Ніну повеземо на море. Відпочинок з тещою? Ні, це з донькою. Вадік прекрасно знає, що це. Ніна, це донька. Донька. Ні, ну там місці буде свободне місце і тещу можна. Ніна Митрофанівна, то я подумав. Так, непогано звучить, вперше Ніну повеземо на море. А я ще думаю, так пізно вона вперше з'їде на море. Арсен, то є плани на літній відпочинок? Є плани на літній відпочинок. Так. Цього літа вже вперше повеземо Ніну на море. І як би це смішно не звучало. Це дуже добре. Як би це смішно не звучало. Так, ну і традиційно Карпати. Я люблю гори. Море Карпати. Ні, море Карпати, це окрема історія. І Ніна дочка, і Ніна теща. Все понятно. Оце ми зараз не говорили. Какую Ніну должны відгадати телезрители? Отправляйте смс на короткий номер 4242. Навіть так. Якщо ви хочете, щоб Ніна Митрофанівна поїхала на море, відправляйте смс на номер 1. Якщо донька, тоді на номер 2. Арсене, ми з нетерпінням чекаємо в альбому «Ингредієнт». І зараз хочемо перевірити тебе, наскільки ти готовий до презентації. Наскільки тебе легко можна розколоти. І взагалі, чи можеш ти заслуговувати названня головного мачу нашої країни. А, так? Вадажі, в смислі головного мачу. Я шо, даром тіло під іглу татуїровщика ложив? А ти вирішив над цю стажинку встати, чи що? Звісно. Тобто ти хочеш сказати, що ти справжній мачо. Саша. Ти хочеш позмагатися з Арсеном за це звання? Ви, компренде. Ось так, так, так? Самый респектабельний, самый брутальний, самый нереальний. Тобто ти вирішив, чим Олег Винник. Павло Зибров, да? Ну, в разные периоды времени. Я напомню, Вадик не принимает участия в этом конкурсе. Потому что он беспрецедентний лідер слова «мачо» в Житомирской области. Конечно. Готовы? Да, да, мы готовы, да. Поехали. Назовите самый идеальный комплимент для девушки. Я знаю, если зимой ты едешь в маршрутке, ты просто открываешь... А я именно так и передвигаюсь. Ты открываешь просто все окна, люк открываешь и говоришь... Вы не против? Я как бы тут немного проветрую, просто в салоне очень жаркая штучка. Уф! И следующая фраза «Вашей маме взять не нужно». Вашей маме менингит не нужен, она говорит. Закройте окна, мужчина. Сквозит. Так, хорошо. Арсен? Встаешь, закрываешь векна и кажешь ей «Дякую, я сгорел перший». И вот так, с поглядом, да? Это если Жанни Дарк говорить «Я сгорел перший». Извини. Назовите три способа расстегнуть женский бюстгальтер. Три способа? Все очень просто. Значит, двумя руками, одним пальцем и ртом. Арсен? Я думаю, ты скажешь, двумя руками, потом левой рукой и правой. Перегрызти что-то. Перегрызти? Ну, дивись. Версия ртом была, але как конкретно не была? Для Вадика просто это, это как тайная операция. Он говорит, какой провод перерезать, синий или красный? У Вадика просто уже двумя версии перегрызти спереди и перегрызти сзади. Я просто, что сам не можешь попросить свою собаку. Арсен, все же, твой вариант. Как можно, самый идеальный способ, как расстегнуть бюстгальтер женщину? Самый идеальный? Четыре. Ну, хочешь три, хочешь идеальный. Дивись, пассатежи. А мы же всегда их берем на свидание, да. Ну, не завжди есть, ты же мать, что ты. Ну, оно понятно, да, где. Ты завжди готовый на лагоди, ты что? Подкрутить клеммы, я называю это так. Это человек на годину. Так. Пассатежи. Так. И погляд. Погляд? Сама нехай зима. Вот так, начинь. Не, ну, в принципе, якщо ты пришел до людини с пассатежами и дивишься на ней, она точно раздержится, в ней нема варианта. Снимай. Снимай. Окей, движемся дальше. Как поступает брутальный мачо после секса на первом свидании? Собирает манатки и свалит к себе домой спать. Мне рассказывали. Як что сподобалось, знайомится и бери телефон. Окей, остальное вопрос. Как сподобаться будь-якій девчине? Так, чтобы подкорить ей сердце. Так, чтобы стрелка Купидона потрапила. Потрапила. Подойти к ней и сказать привет. Я Александр Скичко. Не поганый вариант, не поганый, не поганый. Тут, правда, есть минусы, все знают, что я удруженный, в принципе, а так? Младший, я Александр Скичко. Младший. Арсен? Думками? Я уже в образе. А, Арсен в образе, спокойно, тихо, тихо. Все, ну про це все иди. Боже, слушай, ты точно женат просто? Как это случилось с такими пацанами? Как это произошло, мне? Людина розумом підкорила дівчину. Он стал, он думает. Просто не кажи ничего зайвого. Не кажи ничего зайвого. Новый хит Віктора Павлика. Совсем скоро. Окей. Перший этап мы завершим. Давайте сразу глядачих запитаем, кто нас покише лидирует. Арсен Мирзаян? Да. Да? Да. Сергей Середа. Вадик Новицкий. Знаете, таке відчуття зараз, що тут відбувається шоу, а Вадик просто це все заплатив, і він плати банкет. Лишь боїсти хватило, так? Отож, переходимо до другого этапу. Після першого раунду в нас нічья. Але все вирішить зараз фінальна спроба наших мачо довести, що вони найсильніші. Ми зараз будемо означати силу ваших ударів. Серега, Арсен, ласкаво просимо. Зараз ми перевіримо, хто з вас Веростюк. Так. Хто? Василь, хто? Да, мене. Дракон. Оу! Ну ти дядько, я тобі хочу сказати. Я дракон, Саня. Причем Дон, дракон Вілсон. Арсен, тримай. Йолки-палки. Йолки-палки. Це тобі тут не бісер мітати. Розказуй, ёлки-палки. Після які у тебе банки. Ну, все вже пора. Готовий? Да. Арсен, зберися. Давай. Зараз. Зараз мені... Дракон. Хлопці, ну порівно. Я не знаю, як так сталося, але в нас нічия знову. Я просто... В нас є темна конячка в цій грі. Я хочу запросити зараз сюди Вадіма. Вадім. Я знав, що без мене не справити. Людина, яка спокійно споглядала за всією цією ситуацією, а зараз може довести і вибороти у вас звання справжнього мачо. Просто сядь на неї різко. Ти колись отримав в пів двінадцятого молотком на телеканалі Україна. Не було такого? Ні. Вадік, з усієї сили, як тільки ти можеш, чим душі брати за ряди! Що я вам хочу сказати, хлопці? Головне, то харизма. Вадім Новіцький, Сергій Середа, Арсен Мерзаян, Натарія Колоденко. Це було шоу «Без паніки». Вважаємо вам гарного тижня. Посміхайтесь, до зустрічі. Дякую.